Итоги года сегодня подводит и Алексей Бычаев. Да, на очереди месяц декабрь, о нем подробнее я расскажу через пару секунд. В этом году появился новый праздник. 3 декабря в России начали отмечать День неизвестного солдата. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон. В этот день по всей России чтят память пропавших без вести солдат. В Губкинском в детской библиотеке по этому поводу состоялась встреча ветеранов войны и старшеклассников, где присутствующим рассказали, почему именно 3 декабря стало Днем неизвестного солдата. 3 декабря 1966 года прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы советских воинов, расположенной на 41-м километре Ленинградского шоссе, и торжественно захоронен в Александровском саду около Кребрёвской стены, символа непобедимости России. В этом году уже несколько школ отметили свой юбилей. Теперь на очереди первая. Ей исполнилось 25 лет. За четверть века в образовательном учреждении сложился дружный коллектив профессионалов своего дела. Выработан индивидуальный подход к обучению и воспитанию школьников. Для педагогов и учащихся первая школа стала вторым домом. Праздничный концерт, посвященный 25-му дню рождения образовательного учреждения, прошел по-настоящему тепло. Продолжая школьную тему, нужно сказать о старом корте возле четвертой. Над ним возвели крышу. Сделали это на благотворительные средства компании «Роснефть». На работы потратили порядка 10 миллионов рублей. Как только строительство завершилось, на корте провели первый хоккейный матч. Участники – губкинская команда «Пурнефтегаз» и муравленковский «Серварк». В дальнейшем, если лед будет, а он есть уже, команда будет собираться, тренироваться. Я думаю, покажет результат, потому что впереди еще матчей много в рамках ямальской хоккейной лиги. Также в декабре городская дума приняла главный финансовый документ губкинского на следующий год. На внеочередном заседании депутаты единогласно проголосовали за утверждение документа. Депутаты два раза обсуждали бюджет на заседаниях думских комиссий. В итоге принят социально направленный, сбалансированный и бездефицитный бюджет, говорят эксперты. Бюджет, который мы практически на 99% выполняем по 17 муниципальным программам. И это повышает и степень подготовки и ответственности за его исполнение. Самые главные новости декабря, наверное, это подведение итогов уходящего и подготовка к встрече наступающего года. Предновогодняя суета охватила практически весь Губкинский. Предприятия украшали свои офисы, предприниматели магазины. Губкинцы – дома и дворы. А главную праздничную площадку в этот раз к Новому году готовила пермская компания. Рабочие приступили к заготовке льда в начале месяца. И в конце прошлой недели ледовый городок был торжественно открыт. Какой будет ледовый городок, власти держали в секрете. В последние дни перед открытием самые любопытные могли заглянуть и увидеть отдельные скульптуры. А в прошлую пятницу на открытие городской елки перед жителями предстала полная композиция ледового городка. В этом году площадь у Олимпа украсили скоморохи, медвежата, конные упряжки с Дедом Морозом и Снегурочкой. Новый год – это праздник, с которым связано множество традиций. В таком виде, как мы его празднуем сейчас, он появился относительно недавно. В Советском Союзе появились традиции готовить салат оливье, смотреть незабвенную комедию «Ирония судьбы» или «С легким паром». Но самое главное – это встречать Новый год с семьей. Именно семейный праздник, когда мы в кругу семьи, все родня, собираемся, празднуем, поздравляем друг друга с Новым годом, потом идем на елку. Спасибо, Алексей. С вами декабрь пролетел очень быстро. Да и год пролетел всего за час эфирного времени. Если вы еще раз хотите вернуться к памятным датам уходящего года, это можно сделать на сайте vector.difistv.ru. В разделе «Новости» ищите рубрику «Календарь» и пролистывайте заново памятные даты уходящего года. До встречи в следующем году.